Через 20 минут, 23 ноября, а это день рождения очень важного времени человека, который, к сожалению, на данный момент, я не знаю, в будущем, наверное, так же его не будет больше в моей жизни. Я немножко уже успела сплакнуть, потому что моя низкая самооценка подтверждается тем, как ко мне относятся люди, даже вот на этом примере, что у меня хочет человек общаться по его инициативе. Я говорю тихо, потому что я сейчас уже почти полночь и не хочу никого убедить. В то время, пока не снимала подобный формат, я очень деградировала, я встаю в полдвенадцатого, короче, у меня жизнь полная расстраивания, я не хочу жить в Хренбурге, ничего не хочу. Но с этим нужно что-то делать, менять свою жизнь, достигать и высуществлять свои мечты. Поэтому я, видимо, буду первая, кто поздравит моего от того прекрасного знакомого с днём рождения. Грустно стало, что многие люди не хотят со мной общаться, что я в них не впреди. Я приняла это важное решение подождать минуту, поздравить и пойти потом в спать. Сейчас пока что делаю индивидуальный проект по школе. Всем доброе утро, сейчас 8.54, уже более-менее светло, я сегодня встала в 7.40, чтобы пойти сдать кровь. Еле-еле, потому что я раньше вставала в 11.30, и сегодня я поспала 5 часов 55 минут, все можете меня поздравить. Я готова начать этот день, несмотря на то, что я прям из-за того, что не ела, вообще как это, как слайм. Чувствую себя такой, типа... Очень классно выглядит, несмотря на то, что я сейчас встала, взяла себе какао. Просто потому что я понимаю, что я вроде хочу поесть, а при этом мне кажется, что если поем, то мне как-то тошнит от этого всего. Я, в общем, хотела фруктов, ну, у нас только бананы, поэтому не знаю, в общем. Просто пока что пил какао. Я прям максимально ненавижу вот эту вот зимнюю пару, когда ты встаешь в 6 утра, как я делала это в прошлом году, и просто темно. 4, там уже 3 часа дня, и уже темно. И ты такой, типа, класс. Ребят, напишите, пожалуйста, в комментариях, в каком городе в России самый длинный световой день у нас зимой. Потому что, ну, типа, это как бы неприкольно, когда ты живешь в вечной тьме. Особенно я как бы вставала в 11.30, где-то в 4 уже темно, ну, в 5 точно я примерно. И как бы ты такой проснулся несколько часов в свету, а потом все одно время ты просто в темноте. Все бы вообще не найс. И как раз таки из-за того, что очень темно, не хочется ничего делать, вставать, быть продуктивной и так далее. Я уже вот непродуктивна не знаю сколько в том формате, в котором вы видели это год назад. Порой бывало летом там вставала пораньше, что-то делала, но последние месяца как бы такого нет. И я ни за чем не гонюсь в языковой продуктивности и просто живу, пытаюсь наслаждаться. Просто посмотрите, какое небо уже становится красивое. А мне очень грустно, потому что уже из года в год мое утро начинается вот с этим видом. И вот в этой комнате, которую я сейчас буду убирать, первая у меня по плану уборка. Убиралась я последний раз, вот когда я на видео снимала, когда я последний раз, собственно, убиралась. Поэтому, ну да, нужно убраться. Ох, какое солнышко. На уборочку я себе выделила 10 минут. За 10 минут, как видите, более-менее все преобразилось. Вот. Рассказываю вам секрет, как достичь успеха в жизни. Ну, или просто развиться, сделать свою жизнь ярче, интереснее, больше ценить. Так это писать 50 благодарностей. А вообще, знаете, реально вроде кажется какая-то фигня, но ты начинаешь больше ценить в своей жизни. И когда-то настроение поднимает и мотивацию. Ну, если каждый день, конечно, тоже писать, то не очень будет. Но периодически нормас. Ну, 50 не всегда получается написать, но хотя бы сколько-то. Выделила 10 минут на написание благодарностей. Начинается все это с благодарю за то, что. Так что можете тоже использовать. Сейчас я хотела, ну, по плану вообще почитать. Но я понимаю, что я могу уснуть, завалиться вообще обратно в кровать, потому что я читаю лежа. Поэтому у нас как бы по плану спорт. Принесла еду из магазина. Я позавтракала, сейчас буду читать вот эту книгу. Она мне, кстати, очень нравится. Могу всем ее порекомендовать. Кстати, вы можете просто применять все советы из этого видео и... Менять свою жизнь за 24 часа, делать glow up. Я еще, кстати, не захожу в интернет, не включаю телефон, у меня на авиарежиме. То есть я утром вообще не захожу, потому что это очень плохо влияет на нас. В ноутбуке тоже стараюсь не заходить. Но если там приходится делать что-то по рабочим задачам, то я тоже как бы стараюсь это утром не делать. Но если как бы уж так, то так. Вот, поэтому поменьше интернета. Могу уж прям до вечера телефон не включать. То есть такое тоже бывало, поэтому всем советую. Кровачьи очень коварная вещь. Полчаса чтения прошло, мне хочется лечь и спать. Но не сегодня мы сегодня восстанавливаем режим. Потому что я сегодня поспала в 5 часов 55 минут. И сегодня меня отрубит, там, не знаю, в часов 10-9. Наверное, так. Я сегодня делаю следующее задание, задачу. Это было у меня, получается, написать, ну, делать проработку с точки зрения психологии. Посмотрела я недавно видео с Лелецкой про, когда родители тебе что-то не додают, как это потом отражается. Как бы я сама это поняла, что это очень сильно отражается. Поэтому я решила сделать ее проработку. Я поняла, что я прям сейчас уснула. Пошла куда-либо помедитировала. В конце медитации я уже проспала. Потом проспалась такая, не знаю. У меня сегодня такое примерно состояние. Вот. Все-таки в итоге проработку сделала. Сделала уже половину. Ну и помедитировала, как я уже сказала. Также мне нужно сходить по части, зубы. Наверное, это снимать не буду, потому что совсем банальный. Рутинные вещи. То есть, не знаю. Возможно, кого-то это, конечно, вдохновляет, когда показывают их завтраки и так далее. Но это уже совсем банальше. Так что давайте к чем-то более интересным. Я почитала 15 минут вот эту книгу. Потом я пошла, немножечко перекусила, пообедала. Кстати, да, закончила делать эту вот проработку в серии психологии. Заняла она у меня 2 часа. Я прям не ожидала. Сейчас я перекинула файлы. Еще с августа у меня было, не знаю, выгорание, не выгорание. Вообще продолжается ли оно. Я не особо знаю. Но я хотя бы сейчас могу начать монтировать видео, потому что мне это прям давалось очень сложно. Я не могла себя заставить вообще что-либо делать. Главное, что есть какой-то прогресс. Я вроде бы себя взяла в руки. По моему вот этому не очень довольному лицу видно, что у меня все было очень плохо. Но я все-таки думаю, что из этого получится какое-то видео. Плюс еще будут другие кадры, которые я потом добавлю. Сейчас я буду заниматься вокалом. Нужно пока перезагрузиться компьютер, потому что на нем что-то не работает интернет. Поэтому пока что я делаю распевочку. Ре-э-э-э-э. 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 Мооо. Так странно все, наверное, со стороны смотрится. Короче, я делаю разные распевки, которые знаю. Просто что-то пою. И, ну так, чисто разогреваю свой голос. Потом уже начинаю петь уже песни, я имею в виду. Я очень продуктивно поработала на... Что вот, как видите, уже за окном темно. И... Ой. Я проговорилась! Перезаписываю. Я хорошо поработала в сфере вокала. Также немножко потанцевала, порепетировала. Насколько хорошие, что уже за окном темно. Потом я созванивалась с моим другом. Потому что... Почему же я вот решила такие вещи делать? Какие-то странные, непонятные особо для меня. Потому что у нас есть такая вещь, как колесо баланса. И я узнала, что быть счастливым нужно каждый день, чтобы у тебя, ну, что-то было по этому колесу баланса. Вообще, что входит в колесо баланса? Это духовность, работа, семья, здоровье, отдых, друзья, хобби и саморазвитие. Из духовности я уже сделала медитацию. И проработка я хочу еще одну сделать. Поэтому я пока что не... Ну, метод в плане не зачеркнута. Дальше работает у меня монтаж и контент. Саморазвитие это... Ой... Семья, наблюдение и принятие этих странных людей. Здоровье это прогулка. Сегодня она уже у меня была из поликлиники. Дальше отдых это растяжка и спорт. Спортом я уже позанималась, так что это я отметила. И буква Д дружба. Пообщаться... Вот, как раз-таки я пообщалась, вычеркиваю. Друзья. Друзья, да. Друзья. Хобби. У меня просто по буквам написано. Танцы, вокал. Можно вокал точно зачеркнуть. За счет танцев, возможно, еще сегодня по тренингу. Пока что не знаю. И саморазвитие я поставила чтение. То есть, видите, у меня вот практически полное колесо баланса. Вот так вот. Поэтому вам тоже советую каждый день, чтобы у вас была какая-то задача по колесо баланса. Это помогает не выгорать и как бы чувствовать себя хорошо. Кстати, еще после репетиции я делала некоторые рабочие задачи. Вот, потом как раз-таки созвонилась. И сейчас пришла такая очень странная новость из моей школы. Через неделю у меня итоговое сочинение и вход туда специально. Пишите, пожалуйста, в комментариях у вас так же или нет. Я просто считаю, что это просто какой-то абсурд уже. Что за бред? Я против. У меня есть еще несколько дел. Я сейчас подумала, что хочу помонтировать видео. Но при этом я еще понимаю, что мне... Ну, хочу побольше сегодня домашнее задание сделать. Написать сочинение итоговое. Потому что, ну, через неделю я даже его ни разу не писала. Не знаю, что там вообще от меня требуется. Думаю, как-нибудь подчередовать. Допустим, поделать задание. Потом, может быть, помонтировать. Или все равно монтаж и делать из этого за столом. Поэтому там помонтирую. Потом отдохну. Потом обратно за стол буду делать домашнее задание. Ну, наверное, помонтирую. Хочу что-то помонтировать. Какое счастье, когда большее количество дел все-таки сделаны. Сейчас я хочу сделать несколько заданий по школе. Потому что нужно как-то продвигаться немножко по школе. Потому что, ну, типа, вообще не найс. Взяла одно вот это задание. И потому что я уже подустала. Хочу уже написать это сраное сочинение. Попробовать его написать. Никак не хватает времени. Но думаю, что в скором времени я это сделаю. Это был очень продуктивный день по сравнению с теми, что у меня были раньше. Я прошлась по всем восьми сферам жизни. Баланса, колеса. Это самое главное. Так что, если вы тоже хотите за 24 часа изменить свою жизнь, то применяйте советы из этого видео. А я пошла планировать завтрашний день. Надеюсь, завтра пораньше стану. Ага, конечно. Всем хорошего дня. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok